В эфире канал ВИП всерьез и понарошку. Здравствуйте, друзья! В начале прогноз погоды в Володарском регионе на ближайшие дни. В Володарии области с 12 по 15 сентября температура воздуха 16-17 градусов тепла в дневное время и 24 градуса в ночные часы. В основном будут стоять дни с переменной облачностью. И в дополнение о погоде. Тамара Николаевна из Салихарда, пытавшаяся снять высохшую простыню на балконе, была замечена пролетающей над мытищами. Субтитры добавил DimaTorzok Итак, друзья, меня зовут Владимир и я продолжаю серию роликов о городе Павлодар. Мы повернули на улицу Тарагирова со стороны ЖД вокзала. До 1993 года это была улица Куйбышева. Находится в северной части города Павлодар. Образовалась в конце 30-х годов XX века. Была переименована в связи со столетием казахского поэта-демократа Тарагирова. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok А это, друзья, бывшая улица Мира. Почему бывшая? Да потому что Павлодарским областным маслехатам было принято решение о переименовании 17 улиц Павлодара. И вот улица Мира – это улица Лжабай Батыра. Много комментариев на эту тему. Люди по-разному отреагировали на переименование улиц и по-разному высказывают свое мнение. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Сейчас, друзья, заедем в небольшой цветочный магазин в этом районе. Что мне здесь понравилось, так это большой выбор цветов под названием орхидея. По умеренной цене здесь можно купить шикарный цветок в горшке, который будет радовать вас не один день. Это не реклама. Вдруг кому-то пригодится. Казахстанцы, возможно, не самые счастливые, но самые отзывчивые. Это точно. Житель Павлодара Ефим Купин попал на своем западе. Запорожце в ДТП и загоревал по своей машине. Люди решили помочь ему и буквально за несколько часов собрали круглую сумму на восстановление машины. А житель Семея, врач-стоматолог Асылбек, решил подарить пенсионеру новый запорожец. Осталось только доставить машину в Павлодар. И в продолжении этой темы я вам, друзья, расскажу одну историю, которой коснулся непосредственно сам. На нашем канале подписчик в своих комментариях попросил найти человека, с которым вместе служили. Благодаря Павлодарцам и жителям области, человека мы сообща нашли. По итогам 2021 года, Финляндия стоит на первом месте, где проживает самое счастливое население. У Казахстана более скромные позиции, но люди здесь самые отзывчивые. Это однозначно. Павлодарского школьника наградили за спасение маленького сокола. Девятикласснику школы номер 26 Александру Дегтяреву от имени Павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира во время школьной линейки вручили благодарственное письмо. Мальчик спас Пустельгу, хищную птицу семейства Соколиных, попавшую в беду. За это мы написали ему благодарственное письмо и вручили два сертификата по 20 тысяч тенге в торгово-развлекательный центр, рассказал руководитель Павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира Аждар Жусупов. Инцидент произошел 29 июля. Школьник нашел птицу с раненой лапой и передал ее в центр реабилитации, который находится на лыжной базе в селе Павлодарское. Помогал в этом деле дедушка. После окончания школы Александр планирует стать лесником. Продолжаем нашу поездку по городу Павлодар. И справа, друзья, мы видим гостинично-ресторанный комплекс «Север». На первом этаже ресторан на 250 персон и вип-зал на 35 персон, где вы можете приятно отдохнуть, вкусно пообедать и провести незабываемое торжество. Проедем по улице Академика Бектурова, бывшая улица Совету, в сторону локомотивного депо. В этот район я с вами заехал неспроста. Дело в том, что между улицами Академика Бектурова и Сормова находится сквер «Северный». А что в этом сквере, сейчас посмотрим. Субтитры подогнал «Северный» 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 «Северный» Субтитры подогнал «Северный» Субтитры подогнал «Северный» 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 Субтитры подогнал «Северный» 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 «Северный»